Мои любимые, у нас сегодня с вами подкаст, я отвечаю на ваши вопросы, аудиоверсия. Начнем с такого вопроса, как проработать сепарацию от матери. Мы просто в следующий раз будем тематические вопросы, то есть все непосредственно будет относительно того, что было на лекциях. А в этот раз у нас такие самые разные вопросы, вот так, в общем, ладно. Как проработать сепарацию от матери? Тут очень важно отталкиваться от того, с какой матерью мы имеем дело. Потому что одна мама более или менее адекватная, а вторая может быть очень манипулятивная, очень сложная, которая постоянно там плачет, сынок, если ты куда-то ушел, или, доченька, посмотри, у меня болит и сердце, и почки, и у меня там и давление скачет, и мне надо и с ремонтом помочь и так далее. Вот эти какие-то истерики может закатывать, ставить какие-то ультиматумы, угрожать и так далее. Это один вариант. А другой вариант, когда, ну, мама более-менее нормально это может выносить. Более того, может быть, она даже уже сама желает того, чтобы вы уже съехали. Так вот, что касается манипулятивной мамы, здесь все-таки лучше действовать более радикально, все-таки более так жестко. И вплоть до того, что возможно учиться переехать, допустим, в университет в другой город. Вот вы живете в Рязани, поехать учиться в Москву, допустим, да? Ну, может быть, в каких-то случаях даже за границей. То есть сделать вот эту хотя бы на какое-то время дистанцию, чтобы мама поняла, что все, ребенок уехал, ребенок вырос, все, она там живет или он вместе снимают с кем-то там квартиру, и все в порядке, да? И приучать, так сказать, что мама, ты знаешь, я очень занята сейчас, у меня там столько лекций, столько домашней работы, давай мы с тобой договоримся, что мы будем созваниваться вот только раз в неделю, потому что другой возможности у меня нет, да? Если же речь идет про более-менее такую лояльно-адекватную маму, то здесь можно все сделать поэтапно, постепенно. Сначала просто снять квартиру, да, возможно, напополам с кем-то. Потом все чаще и чаще оставаться на той квартире, ночевать, все больше и больше переносить этих вещей, все больше и больше отслеживать за собой вот то самое взрослое поведение и подкреплять именно его, и минимизировать вот эту, значит, мамошную такую жизнь, да? Дай-дай там рядом, покушать, прийти к маме, еще что-то такое. То есть регулировать это очень, так сказать, сознательно. И вот я сейчас показала вам очень два ярких таких вот как бы полярных примера, где мама более-менее адекватная и где мама такая уже чересчур, скажем так, манипулятивная. В одно мгновение перед ПМС или период стресса я могу резко начать ненавидеть своих родителей за всех и за всех их обиды впасть в психоз. Вот тут так интересно, за все их обиды, то есть или за ваши обиды, очень интересно. То есть они как будто на вас обижаются, вы так, по крайней мере, написали. Дальше. Какая первая самопомощь, чтобы не самоповреждаться и оставаться в обоими жизни? Самоповреждаться, я так понимаю, вы наносите себе какие-то порезы, укусы, грызете что-то, выковыриваете и так далее. Во-первых, первый момент, если вы уже достигли совершеннолетия, фотографиями, такое ощущение, что вы достигли, то лучше, конечно, съезжать от родителей, не жить их и не раздражаться, жить своей жизнью. И второй очень важный момент, да, вот сейчас про самопомощь, это я скажу про экстренную. Но вот все-таки важный момент понимать, что здесь может быть переключение внимания. То есть вас беспокоит что-то одно, что-то не складывается с молодым человеком, да, какие-то трудности там, я не знаю, с финансами и так далее, да. То есть есть что-то, что действительно очень сильно беспокоит, и вы быстро переключаетесь на родителей, потому что оно вот здесь, рядом, это проще, это понятнее и так далее, да. И вот в момент ПМС это все просто обостряется, или в какие-то стрессовые ситуации это просто все ярче видно. Вот это вот первый момент. И второй момент, что касается самопомощи, да, очень важно взять вот такую стоп-паузу, стоп, что сейчас со мной происходит. Ага, вот мне нужно перетерпеть буквально одну минуту. Вдох глубокий, выдох. То есть делаете три глубоких вдоха и три глубоких выдоха, заходите там в ванну или в свою комнату и начинаете с собой разговаривать. Так, что сейчас со мной происходит? Да, у меня ПМС. Хорошо, я пойду выпью там чай с травами успокоительными, валерьянку, приму горячий душ, все, я сейчас успокоюсь, включу себе ароматическую какую-то свечу, свечку зажгу, палочку, понюхаю, все, в общем-то, проведу такую профилактику, да, в которой я знаю уже, как себя вообще, как действовать, как себя вести, все. И я понимаю, что завтра с утра это пройдет. Но вот это уже экстренные вещи. Вы старайтесь все-таки предотвращать, чтобы в принципе в целом этого не было. То есть где истинно источник напряжения, что на самом деле меня беспокоит. И второй момент – это вот та самая сепарация от родителей. То есть чем дольше вы будете жить с родителями, тем сильнее будут вот всякого рода конфликты, раздражения и так далее. То есть это уже будет обычное дело. В присутствии своих коллег, которые преподают русский язык, математику, я боюсь открыть рот и произнести речь. Меня пугает, что, услышав, как я говорю, они подумают, что я глупая и неграмотная. И еще мои ноги становятся ватные, и мне от их присутствия нехорошо. Хочется скрыться, а именно сгорбатиться, шею втянуть в плечи и свалить. Как от этого избавиться? Мне как будто бы стыдно за себя. Вот посмотрите, здесь очень важный момент. Вы же на самом деле не знаете, что они думают. То есть вы их мысли приписываете им, вы их фантазируете. И это очень важно сразу как-то дифференцировать и отследить, что это ваши фантазии. То есть эти мысли им не принадлежат. У вас нет никаких доказательств, что они так думают. Все. Вот это первый момент. И второй момент. Как будто бы я говорю, что они думают, что я глупая и неграмотная. Вот они думают, что я глупая и неграмотная. Это говорит только о том, что у вас есть та самая часть, которая вам говорит, ты глупая и неграмотная. Ты глупая и неграмотная. То есть она проживает, эта субличность внутри вас, с этими убеждениями, что вы глупая и неграмотная и ваша задача отследить во первых каких-то ситуациях только ли в этих ситуациях или где-то еще проявляется вот эта идея что я глупая и неграмотно далее вопрос сюда же когда и в какой момент и при каких обстоятельствах до появились эти мысли кто говорил мне эти слова и вот выписать истинного так сказать виновника торжества да это говорил какой-то преподаватель возможно кто-то в младших классах говорил то что часто это закладывается вот такие вот именно вещи да ты неграмотно это глупая говорит или родитель или говорит учительница в школе часто в начальных классах и вот важно написать да мы с вами работали вот той самой критикующей запрещающей фигуры до которая не дает двигаться вперед и вот она говорит ты глупая ты неграмотно и вот ваша задача поработать с этим критиком с этой запрещающей фигуры как мы работали с вами в группе да как как следует ее визуализировать как следует ее мне проанализировать дальше эту фразу протащить через когнитивно поведенческую сетку которая была в последнем дне да то есть где за где против до того что я глупая неграмотная где доказательства а чтобы на это сказал другой человек вспоминайте вот я давала на последней лекции вот эти вот эту сетку через которую как раз вот это я глупая неграмотная ваша задача и протащить до оспорить эти суждения и поработать с телесностью в том числе то есть где живет вот когда я говорю себе я глупая неграмотно где живет вот это чувство какое чувство возникает на эти мысли когда я себе говорю я глупая неграмотно где она всплывает животе и груди в горле в голове отследите и и и да вот эту субстанцию сфокусируйте максимально на ней внимание и удерживая на ней свое внимание постарайтесь усилить это все и держать этот фокус до тех пор пока она не растворится старайтесь описать на что похоже вкус запах размер цвет температура двигается или стоит до на уровне чувств вот держитесь за как бы это чувство таким образом вам удастся проработать это как с телесной точки зрения так и когнитивно-поведенческой до такси с умственной и на уровне поведения нужно будет закрепить остаться в этой ситуации вот вы пишите мне хочется сгорбатить шею втянуть плечи свалить ничего не говорить молчать ваша задача отследить эти моменты все которые быстро происходят у вас и побуждать себя до закрепить это правильным поведением а именно остаться до в этом дискомфорте продолжить свою речь до толкнуть эту речь то есть справиться с этим после того как вы справитесь с этим вы все говорите какая молодец да я справилась с этим влияет ли представление настоящего в моменте и видение будущего на них реальные очень как-то странно это все составлено влияет ли представление настоящего в моменте и видение будущего на них реальные чего вообще её моё. Ну, бог с ним, короче. Я так поняла по-своему. В общем, то, как я это поняла, если я буду визуализировать, случится ли это в будущем. Наверное, вот это так имеется в виду. Конечно, случится. Но опять же, да, тут очень важно чётко понимать, что да, у тебя есть определённая цель, и ты выстраиваешь своё намерение, ты думаешь об этом, и соответственно, если ты думаешь об этом, то ты двигаешься в этом направлении. Тут как бы особого волшебства-то и нет. Всё, ты ориентирован конкретно на эту цель. Всё, вот я хочу купить вот эту, допустим, условно говоря, машину. Так, вот я её хочу. Вот эта модель меня устраивает. Мне нужно поработать на неё такое-то время. Я работаю. Да, я её хочу. Я себе её уже представляю. И я её, в общем-то, я к этому иду. Всё. Всё то же самое относительно места жительства, относительно каких-то супружеских отношений и так далее. То есть ты сначала в своей голове что-то создаёшь, а потом в какой-то момент к этому идёшь. Конечно, бывает и наоборот. Ты не думал, не гадал, и вдруг счастье свалилось на тебя. Такое тоже бывает. И вместе с тем мы прекрасно своим знамя, если говорить о целях, то они так и происходят. И конкретно сначала думаешь, что ты хочешь, как это будет выглядеть, что это будет из себя представлять. И потом уже мотивируешься на это. И благодаря этим самым мотивациям двигаешься вперёд. Что делать, если я персона, которая везде только по вершкам. Всё вижу насквозь, понимаю суть, но нигде не останавливаюсь, чтобы знаете, как когда обучение в универе проходишь, и всё-всё прикладные, все-всё прикладные дисциплины какой-то одной темы изучаешь, имею подозрение, что у меня было и есть СДВГ. Ну, короче, я своими словами попытаюсь так сказать обобщить что ли этот вопрос. В общем, суть такая у девушки СДВГ, и она ни на чём не фокусируется. Всё начинает бросать, начинает бросать. Вот такая вот история. Значит, смотрите, своё СДВГ вы должны уже понимать, вы должны знать свою особенность, да, и выбирая ту или иную деятельность, ваша задача её очень хорошо представить и сделать для себя максимально интересной, так как вы СДВГ. Это очень, это люди, которые с трудом удерживают, да, я говорю тех, кто слушает ещё этот подкаст по этому вопросу. Это люди, которые с трудом удерживают концентрацию внимания, да, их всё время куда-то выносят. Так вот, зная за собой эту особенность, ваша задача разнообразить свою деятельность непосредственно так, чтобы вы могли всегда переключаться, но вместе с тем работать в одном и том же русле. Вот я привожу свой пример, да, я клинический психолог. Я могу сейчас это бросить и побежать учиться на парикмахера или побежать учиться там на стоматолога или гинеколога, а могу, потому что у меня переключается внимание, мне становится скучно, а могу, чтобы мне было не скучно максимально разнообразить свою работу, работу, в которой я переключаюсь. Так, мне нужно записать сейчас подкаст, через какое-то время мне нужно написать статью, потом снять видеоролик, потом посмотреть какой-то фильм, потом этот фильм разобрать. То есть я постоянно переключаю своё внимание, постоянно, да, но при этом не выхожу за пределы своего профессионального, непосредственного вот этого направления, русла той самой клинической психологии. Всё, со всех сторон. Вот ваша задача сделать то же самое, выбрать максимально любимое дело и его масштабировано, да, разнообразить, чтобы иметь эту возможность постоянно переключать внимание, но в рамках одного и того же. Вот читаю и вижу, что очень многие опять задают один и тот же вопрос очень у многих, да, как доводить начатое до конца. Я часто переключаюсь, как бы захватываю то одно, то другое, в итоге часть дел, заброшенных хренам, хренам. Дальше следующий вопрос. Почему я не могу выбрать одно занятие на всю жизнь? Быстро надоедает одно и хочется что-нибудь другое. И очень много именно вот такого плана вопроса. Вот я только что рассказывала, девочки, все про СДВГ. Вот у вас ровно та же самая история. Может быть, она не обязательно связана с СДВГ, но есть схожие какие-то корни. Мы этот вопрос, на самом деле, будем разбирать на следующей встрече, может быть, на какой-то из наших следующих встреч, да, обязательно будем более детально, более глубоко разбирать. Но вот такую основную в этом плане, такую, то, что вы можете применить конкретно, я уже сказала, да, вот в предыдущей записи, послушайте ее, где нужно непременно разнообразить, да, разукрасить то свое любимое сегодняшнее дело, чтобы оно не было скучным. И я это все время говорю начинающим блогерам, которые берут и крайне сильно сужаются в своих, допустим, YouTube-каналах. Вот мне очень нравится канал одной девочки, я потом, может, ее вам покажу. Она живет в Париже, и она рассказывает про Париж. Но я увидела то, через какой-то момент, что одно видео похоже на другое, они все очень похожи друг на друга. Но потому что она снимает вот одно и то же. Вот она ходит по музеям, по ресторанам, да, ну вот она показывает красоту города. И в итоге через какое-то время складывается ощущение, что это все про одно и то же. И у нее же такое же чувство сложится. Она будет от этого выгорать, ей захочется вообще переключиться на что-то другое, потому что она сделала ошибку, над которой ей надо сейчас уже работать. Она слишком сильно сузилась, вот этого делать нельзя. То есть она сказала, я рассказываю про Париж, ну, как будто бы, ну и все. А ей нужно было это как-то масштабировать, может быть, не только Париж, а про Францию, про другие города Франции, да, и так далее. Может быть, добавить еще что-то. А так, получается, она себя как будто бы вот зажала в какие-то тиски. И это я вижу вот у многих каналах, что они изначально себя, так сказать, в общем-то, очень сильно, очень сильно изначально сужают в этом вопросе. А здесь надо наоборот сразу продумать, а какой у меня может быть простор и перспектива. А если мне это надоест? То есть какие варианты развития событий? Так, ага, у меня это может иметь одну косичку, да, может иметь вторую косичку. И чтобы мне было не скучно, я буду как бы прыгать то там, то там, то там. Сниму, допустим, вот опять я возвращаюсь к себе. Так, я не буду себя сужать только в рамках неврозов или только вот загоню себя в психиатрию и все. Нет. Я вижу прекрасно, как психиатры выгорают. Вот он рассказывает, рассказывает про эту психиатрию. Ну, сколько можно снимать психиатрию? Невозможно. Значит, нужно максимально, ты как бы психиатр, он очень частый и психотерапевт в том числе. Соответственно, нужно затрагивать самые разные пласты вообще жизнедеятельности человека. Тогда ты не будешь как блогер выгорать. И это можно применить на любую другую, да, профессиональную деятельность. Вот так же вы и продумаете, чтобы не сплющивать себя, а как бы, а как я в этом деле могу развиваться? Я ведь могу и сайт открыть, и в своем деле приложение написать, да, и какой-то интересный, там, интернет-магазины какие-то делать и так далее. То есть могу лекции какие-то читать, могу продукцию какую-то создавать, неважно, кто я, преподаватель, или я спортсмен, или я врач, или там, юрист и так далее. В любом деле вы можете писать свои сайты, приложения и максимально масштабировать это и говорить себе, боже, как это интересно. И это не просто интересно, и здесь еще вот такую постоянную аффирмацию. Я это буду делать, и это будет получаться у меня с большим удовольствием, и легко-легко, я это сделаю легко-легко, не запугивать себя, да, а напротив говорить, что это все будет доставлять удовольствие, это вот такое будет приносить, вообще такую радость и благодать, да, и это буду я делать большой, в общем-то, такой легкостью. Что делать, если я пытаюсь контролировать то, что мне не подвластно, и меня бесит, что это не получается. Вот про подвластно или не подвластно, я писала недавно интересную статью у себя в Телеграме, если вы помните этот момент, что находится в зоне моего контроля, а что не находится. Я, кстати говоря, сегодня это, наверное, прикреплю в группу, чтобы это было более детально видно, потому что очень многие все-таки вещи мы можем своими контролировать, хотя если будем смотреть таблицы, которые рисуют другие психологи, там мы, в общем-то, мы не контролируем эмоции другого человека. Ну, здрасте, приехали. Мы очень часто их можем контролировать и часто можем на них влиять. Почему нет? Другой человек спокойно, тот же наш партнер, он же реагирует на те стимулы, импульсы, которые мы ему демонстрируем, транслируем, правильно? Он же их как-то считывает. Мы можем прийти с какой-то кривым лицом и так далее, и он там огорчится от этого. Поэтому мы можем сделать вывод, что мы можем влиять. Безусловно, он мог с работы прийти, злой там и так далее. Но я к тому, что часть контроля, она все равно присутствует в отношениях. Почему мы должны ее исключать? Мы не контролируем с вами самолет, в котором летим, мы не контролируем с вами погоду. Может начаться там дождь, снег и так далее, землетрясение. Вот это мы не контролируем. Поэтому... Но очень много вещей мы контролируем. Соответственно, когда вы оказываетесь в условиях, которые вы абсолютно точно не должны контролировать, то ваша задача максимально переключить свой внутренний взор вглубь себя и найти того самого контролера, кто контролирует, он живет в теле. Посмотреть и сфокусироваться. Вот я призываю вас в данном случае работать с телесностью. Найти контролера в теле, где он и как там поселился, как он себя там чувствует, как он себя вообще там ведет, и на что он похож. И вот тут же включить ту самую визуализацию. Опять же, цвет, размер, температура, да? И тогда холодное, горячее двигается. Что оно вообще из себя представляет, когда появилось, при каких обстоятельствах, в какой момент, да? Может быть, было что-то, что я, эх, упустила, и сейчас у меня как-то патологическое контролирование. Что речь ведь идет об этом, именно о невротическом контролировании, когда оно уже мучительное очень такое. Соответственно, и вот это контролирование может быть вот избыточным, излишне вы можете контролировать своих близких, излишне браться за ту работу, которую вообще вам не нужно делать, да? И так далее. Соответственно, вот, ваша задача — работать, прежде всего, с телесностью. Работа с телесностью — это как такая, в общем-то, медитация, которую вы уже будете очень хорошо ее осваивать. Главное — хватать себя в здесь и теперь. То есть это происходит, вы начинаете опять кого-то контролировать, стоп, вы говорите себе, и тут же взор вглубь себя, что сейчас со мной происходит, где живет этот контроль. Ну и дальше все по вышеперечисленному. Как понять, где грань между транжирством, безрассудной тратой денег и покупкой желаемого? Ведь есть люди, которые из-за того, что шли у своих желаний на поводу, погрязли в долгах и кредитах. Как эту грань определить? Вот здесь речь идет про взрослость. То, что вы описываете, есть люди, которые шли у своих желаний на поводу, погрязли в долгах и кредитах, это дети. То есть это люди, которые имеют абсолютно инфантильную психику, которые не несут этой персональной ответственности. Несоответственно, у них есть ощущение, что есть, может быть, какой-то папа когда-то чего-то, может быть, он за меня решит, кто-то решит, бог или там, неважно, вселенная и так далее. То есть нет вот этой ответственности. Часто это присуще зависимым людям, кстати говоря, игроманам, алкоголикам, наркоманам. Вот у них есть такая действительно детская, такая незрелость, и совершенно они не могут свои импульсы никак отслеживать и контролировать. Если же говорим мы про взрослого человека, про реально, действительно, взрослого, ответственного человека, то он прекрасно понимает, у него есть банковские счета, у него есть определенные суммы на этих счетах, что-то там лежит у него в акциях, где-то какой-то процент лежит у него, я не знаю, долларовый счет, тут рублевый счет, он все это контролирует, понимает, что у него должны быть вот такие суммы, вот такие цифры, с которыми он совершенно спокойно живет, он не может пойти и все это потратить, потому что он взрослый, разумный человек, у него есть дети, у него есть какие-то там обязательства и так далее. И есть тот процент, вот он прекрасно, вы каждый для себя, пожалуйста, внутри себя скажите, какая сумма у меня для ежемесячных трат, какой процент, вернее, от общей суммы я могу ежемесячно тратить. Все, и вы выбираете, что да, окей, вот эти, допустим, вот этот процент, он будет для меня комфортный, я могу на них что-то покупать, да, в течение месяца. Далее, у меня есть непосредственно мои цели, вот, к которым я иду, да, и я четко должна понимать, ага, сколько у меня на это откладывается ежемесячно. Так, вот я готовлюсь к покупке дома, и мне нужно вот ежемесячно откладывать такую-то сумму для покупки дома. Вот это взрослый подход. То есть бежать и спускать все деньги там в игрушках и в автоматах, это детство, да, а мы говорим про взрослость, вот. Соответственно, вот здесь, и не надо путать какую-то, и не надо включать здесь какую-то радикальность, максимализм, да, я становлюсь тотально жадной, ничего не могу себе купить и позволить, и коплю эти деньги, или я бегу и, в общем-то, все спускаю полностью, то есть без вот этой какой-то пограничности. Вот так. Помогите, пожалуйста, разобраться с существующей теорией, что женщина относится к мужчинам так же, как к отцу. А если, к примеру, с ним не жила, а если я, к примеру, с ним не жила и отношусь к нему не очень, это будет так же влиять на мое подсознательное отношение к мужчинам? Будет, естественно, или будет влиять именно на мой выбор партнера в будущем? Будет. Безусловно, родитель будет влиять на все последующее в будущем. То есть это совершенно обычное дело, конечно же. Вопрос, как он будет влиять? Если вы не росли со своим отцом, вы имеете к нему даже какие-то, вероятно, претензии, возможно, злость, обиду, и так далее, что-то мама, может быть, не самая лицеприятная говорила о нем. Соответственно, это будет иметь свой какой-то подтекст, будет иметь свой, в общем-то, смысл в том, как будут развиваться дальше события. Вы можете, ну, вы можете пытаться отталкиваться от обратного, допустим, ни в коем случае такого, как папа, я не возьму. К примеру, если папа был алкоголиком, очень часто девочки находят мужа, такого трезвенника, язвенника, спортсмена, утром курага, творог, пробежка, вот такого правильного, да, а можете повторить сценарий, то есть чаще всего идет или повторение сценария, или от обратного, вот, и когда девочка не растет с папой, еще один такой, не самый приятный, да, сегмент существует в ее жизни, она, мужчин побаивается, она не очень понимает, что это вообще за люди, как за ними там, как за ними ухаживать, как отвечать на их внимание и на их ухаживание, да, как проявлять эту любовь, им становится непонятно, то есть девочки, которые росли с мамой, прекрасно ладят с подружками, все прекрасно, у них складываются отношения с женщинами в коллективе, но вот мир мужчин для них не самый, так сказать, безопасный, он скорее представляет какую-то угрозу, поэтому, конечно, это будет влиять. Как работать со страхом отвержения и паническим страхом критики? Вот здесь очень важно не обобщать, а все-таки сузиться в пространстве, сделать некоторую селекцию такую, да, ранжирование и отобрать тех людей, которые представляют все-таки значение. Вам же не каждый человек, да, для вас не каждый человек представляет эту угрозу, не каждый, не каждый первый встречный, с кем вы взаимодействуете. Так вот, есть конкретные люди, которые, конкретная прослойка людей, которая и представляет ту самую угрозу. и вот ваша задача выписать у себя в дневничке чувства самоанализа, кто конкретно эти люди. Это женщины или мужчины, какого возраста, какой внешности, какого статуса, да, какой национальности, где они работают, какая у них профессия, кто эти люди, выписать по именам, и вы увидите, что вы очень сильно сделали такую, как бы, некоторую, ну, что ли, выборку, да, то есть это не все подряд, нет этого обобщения, что критика ото всю, допустим, вы сделали четкую выборку, и это уже получилась такая гулечка маленькая, горочка такая небольшая. И вот из этих людей разложить их всех, и по порядку их сложить, кто самый из них противный, главный, и такой влиятельный, да, для вас, что именно вот этого человека, вот этот человек, вот его критика особенно значимая для вас. Ваша задача вот таким образом предложить. Если вы увидите, что это женщины, то также задайте себе вопрос, а кого они мне напоминают из прошлого, это кто вообще? Ага, там, это Марья Ивановна, вот она мне в первом классе сказала, ну ты, Кристина, ну ты, и начала, посмотри на себя в зеркало, начала как-то критиковать, ваша задача вспомнить это, опять же, поработать вот с этой критикующей, запрещающей фигурой, как мы работали с вами, да, вот и все. Если есть какие-то там убеждения иррациональные, тоже протащить это через вот эту таблицу когнитивно-поведенческую. Если же это мужчины, вы задаете также себе вопросы, где, когда, при каких обстоятельствах, да, зачем мне его одобрение, то есть, если я получу это одобрение, что мне это даст, и как я пойму, что меня сейчас вот действительно как-то одобрили, сейчас сказали хорошие слова, я как это пойму, да, вот, что мне это даст, и так далее. И вообще, какие виды я имею на этих мужчин, то есть, какие перспективы, потому что страх критики, это всегда есть ожидание той самой перспективы, что в перспективе я на что-то там рассчитываю, на что-то там планирую, что самого страшного в этом может быть, да, вот, что самого катастрофичного во всем этом может быть. Вот так. И эти все вещи необходимо детализировать, прописать, и также отыскать и отследить это все в теле, да, чтобы в дальнейшем поработать с той самой уже телесностью. Как проработать травму в связи с невыбором меня в личной сфере и в дружбе? То есть, здесь речь идет о том, что Евгения пишет о том, что меня могут не выбрать, да, или в личной жизни там меня может кто-то проигнорировать, молодой человек, к примеру, или в дружбе, там, девчонки меня там меня игнорируют, не звонят, не берут с собой и так далее. И вот тут очень важно понять, если это действительно так, то есть, это уже систематически вы обращаете внимание на то, что никто не звонит, не пишет, никто трубку не берет, игнорирует и так далее, то ваша задача собрать их всех в кучу, так сказать, да, прописать все эти имена и сказать себе, спросить себя честно, на что они все будут жаловаться. То есть, если у вас есть возможность поработать с психологом, было бы неплохо поработать вот в такой практике третьего стула, да, в упражнении, где вы отсаживаете своих друзей или своих молодых людей, и они все начинают на вас, допустим, жаловаться, вы как бы пересаживаетесь в их тело, погружаетесь, да, психолог вам говорит, вот ты сейчас у меня не Женя, ты у меня сейчас там Лена, Оля или Денис, ты-ты-ты-ты, вот ты дружишь с Женей, вот скажи, какие у тебя чувства и мысли по поводу Жени. И вы уже, исходя из этой позиции, более, так сказать, это будет легче вам, да, вы будете проговаривать, да, я вот Жене не звоню, потому что там она очень заносчивая, к примеру, да, она вот так-то, так-то себя ведет, мне этого в ней не нравится, и вы понимаете, что это некая тенденция, так говорит не только один человек, а так говорит целая группа людей, вот им всем в вас это не нравится. и тут есть смысл как бы задуматься над этим, почему, к примеру, да, я демонстрирую какое-то, может быть, высокомерие, или как-то выделываюсь, или напротив, какая-то она, я навязчивая, или я прибедняюсь, то есть, что во мне такого фонит, что людей отталкивает. Конечно, мы сможем, можем сейчас с вами сказать, да это они дураки такие, не обращать на них внимания и так далее. Нет, если все-таки это имеет такую массовую тенденцию, да, что вы видите, что на протяжении длительного времени вот это происходит, люди вот так себя ведут, с чем это может быть связано. Это может быть связано с очень-очень-очень-очень разными вещами, которые происходят с этими людьми, да. Они не переносят, например, эту зависть какую-то, то есть они по какой-то причине вам завидуют. Зависть, которая идет, допустим, с вашей жертвенностью, и вот это бесит. Еще вот такая добрая, еще и вот такая там красивая. Зависть какая-то. То есть вы посмотрите, какая у них претензия, с чем это может быть связано. И уже от этого как бы будем отталкиваться, да, с чем там на самом деле нужно работать, с какими-то такими проявлениями себя в социуме. Возможно, это какие-то защитные механизмы срабатывают, да, что идет то или иное проявление, на которое люди реагируют, и им это не нравится. То есть есть что-то, что людям не очень нравится, они не могут с этим как-то, не могут как-то с этим справиться, не могут как-то с этим жить, да, они на что-то злятся, возможно, их что-то, может, бесит. И вот важно это узнать. Субтитры создавал DimaTorzok